Не успела еще зеленая трава скрыться под белым снегом, а Самару уже украшают новогодней иллюминацией. В этом году на улицах города развесят 100 километров разноцветных гирлянд. На дно дерева уходит от 80 до 100 метров ленты. Это зависит от толщины ствола и количества веток. Всего украсят тысячу городских деревьев. И это только на первый взгляд работа простая. Специалисты от земли поднимаются все выше и выше. Приходится использовать и лестницы, и подъемники. Аккуратно, чтобы не ломая ветки. Это обязательно. Самый важный шаг, чтобы смотрелось в итоге красиво. По традиции, кроме деревьев, на центральных улицах украшают фонари вдоль дорог. А также новогодний декор появится в скверах и парках. В этом году засияют и общественные пространства, отремонтированные по программе формирования комфортной городской среды. Одной из частей нацпроекта «Жилье и городская среда». Скверы Фадеева и у храма Кирилла и Мефодия, Крымская площадь, проспект Металлургов. Самые яркие огни зажгут на склоне площади Славы. Жители города уже ждут, когда Самара засветится. Мне очень нравится улица Ленинградская, замечательная. Приезжаешь вдоль набережной, там всегда фонари очень. Мне все нравится, замечательно. Красиво, город красивый. То, что вот на деревья вешают гирлянды, красиво. На площадях появятся светодинамичные фонтаны на подиумах. Один такой постамент под фонтан, а всего их будет 10, сегодня монтировали в сквере Высоцкого. Конструкцию размером 6 на 6 метров делают крепкой. Она может выдержать до 200 килограммов. Специалист Самара-Горсвет Сергей Ёлчев улыбается. Недаром фамилия у него новогодняя. Ведь именно ему доверили создавать праздничное настроение в городе. Когда мы начинаем это дело делать, я чувствую, людям хорошее добро делаем. Интересуются, а кто-то не видел ни разу, интересуются, а что вы делаете, ну вот так, кратко объясняем. В светодинамичных фонтанах используются диодные лампочки, а потому они очень экономные. Фонтан по энергопотреблению равен всего двум лампам накаливания. Кроме того, включение ночной иллюминации положительно сказывается на работе городских сетей. Это, наоборот, влияет положительным образом, ночная иллюминация. Так как при снижении нагрузки в сетях, то есть ночью нагрузка в сетях меньше, чем днем, возникают высшие гармоники в сетях уличных, не только уличного освещения, а вообще в сетях электрических. И для того, чтобы повысить как-то эту нагрузку, вот уличное освещение как раз для этого и служит в том числе. Все огни будут включаться вместе с уличным освещением и гореть до первых лучей солнца. Там, где жители просят выключать на ночь иллюминацию, предусмотрен особый режим работы – до часа ночи. Пока продолжается подключение гирлянд, фонтанов и фигур, они будут работать в тестовом режиме, а в полную силу Самара засветится новогодними огнями уже с 1 декабря. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.